Сегодня в Москве, в Свято-Даниловом монастыре, вновь зазвучали колокола старинной звонницы. В начале 30-х годов их вывезли из России в Америку и вернули только сейчас. На торжественной церемонии присутствовал наш корреспондент Иван Благой. Кандидат медицинских наук Гарварда, по совместительству старший университетский звонарь, ждал несколько часов, чтобы перед отъездом в Америку проститься с огромным благовестом. Бенджамин даже не помнит, сколько раз звонил в него в Гарварде в честь матчей по американскому футболу. Так сроднился. Этот колокол дает тебе очень сложно описать. Ощущение, как у спортсмена, который побил мировой рекорд. Он дает силу. О призыве на стадион теперь можно позабыть. Колокол отныне будет звать лишь на молитву. К радости старшего звонаря Свято-Данилова монастыря. Все здесь давно ждали возвращения. Я читал воспоминания, например, Ивана Бунина о том, что этот колокол, самый крупный в ансамбле, он считался вторым после кремлевского успешного благовестника по звучанию, по силе воздействия. Говоря о 12-тонном благовести из Гарварда, отец Роман показывает на его младшего брата. Скоро его также отправят домой в один из восстановленных храмов в российской глубинке. Осветить уникальный ансамбль старинных русских колоколов, чудом спасенных и два раза пересекших Атлантику, приехал патриарх Алексей Второй. На молебне присутствовал и президент России Дмитрий Медведев. Каждый из колоколов патриарх окропляет святой водой. Отныне они вновь принадлежат церкви. Теперь торжественный момент наступил. С волнующим чувством радости, благодарности Богу и людям мы принимаем возвращенную святыню. Первый удар в самый старый колокол ансамбля. Его отлили в 1682 году. Этого звона на родине не было 78 лет. В колокол ударили Дмитрий Медведев и предприниматель Виктор Вексельберг. Он сыграл большую роль в возвращении колоколов в Россию. Потом все с нетерпением ждали, когда же раздастся самый мощный голос, голос благовеста. За силу звука американцы его назвали «Мать-Земля». Журналисты, прикрывая уши, прочитали по губам президента. Это, конечно, что-то. Колокола звонили почти полчаса после. К ним началось настоящее паломничество. Какое-то глубокое счастье, наверное, неизмеримое понятиями вот этого мира. Это что-то другое, но очень большое глубине. Это же прям такая благодать, когда звонит колокол. Это беседа с Богом. А вот студенты американского Гарварда, загадочные русские колокола, поначалу не взлюбили. Еще бы, звонить в 30-х годах в них не умели, а звон раздавался каждый день в 7 утра, и никакая подушка от такого будильника не спасала. Они звучали ни на что не похожи, мы не могли их настроить. И студенты считали, что от звона только уши закладывают. Диковинные русские колокола американцы пытались заставить звучать битые 10 лет, и все напрасно. Об этом знали даже в Белом доме. Слух прошел колокольню, решили назвать именем действующего президента. Строго между нами я бы больше предпочел, чтобы в мою честь назвали щенка или ребенка, чем один из тех звонов, которые все время фальшивят и которые звучат любое время дня и ночи. Америка все же услышала в руках настоящего мастера. Колокола не только не фальшивят, заслушаться можно. Колокольный звон почти полвека, визитная карточка Гарварда, традиции, с которой не расстанутся и сегодня. Теперь на башне звонит точная копия вернувшихся колоколов. Звон же настоящих отныне можно услышать лишь в двух местах. В Свято-Даниловом монастыре и в интернете, на страничке Гарвардского университета. Когда вновь обретенные колокола займут свое место на колокольне, пока неизвестно, как-никак почти 30 тонн металла. Выдержит ли колокольня тяжесть исторического наследия? На всякий случай ее решено было укрепить. Иван Благой, Андрей Леонов, Первый канал.